За время работы межведомственной группы были выявлены 36 самовольных объектов. 29 дел уже направлены в суды. По остальным продолжаются проверки. Акцент сделан на борьбу с самостроями, с признаками многоквартирных домов. Впрочем, подчеркивают власти, самая эффективная мера, которая может повлиять на застройщиков – не судебное разбирательство, а непосредственно снос. В списке те объекты, которые находятся на гостевых маршрутах и по которым уже есть решение судов. После получения исполнительных листов муниципалитет будет готов приступить к демонтажу самостроев. Так как бюджетные средства на это не предусмотрены, был разработан определенный механизм привлечения сторонних организаций. В качестве компенсации расходов им будет передан освобожденный участок. Сейчас у всех устойчивое мнение, что служба судебных приставов не снесет, потому что у них денег нет, что администрация города тоже не может, она может один-два там снести, у них тоже полномочий на это нет. И как только появится механизм, что поймут, что администрация города будет проводить торги на предмет определения подрядчика на снос, которому в последующем будет передан этот земельный участок, он в принципе законный механизм этому есть. Поступило уже несколько заявок от предпринимателей, которые посчитали предложение администрации взаимовыгодным. Сейчас они знакомятся с объемом работ и расположением самостроев. И уже в течение нескольких дней будут готовы приступить к сносу. Заявки от предпринимателей принимаются в управлении капитального строительства. Разработан, на мой взгляд, наиболее действенный и реализуемый механизм по борьбе с самостроями, с незаконным строительством. И я думаю, что мы в ближайшее время увидим уже результаты, это сносы и тот порядок взаимодействия. Те рабочие группы, которые на сегодняшний день проводятся и работают на территории Сочи, это одни из самых оперативных таких подразделений, которые от момента выявления до подачи иска в суд работают очень оперативно и проходят очень небольшое количество времени. Участники совещания также рассмотрели вопрос взаимодействия муниципалитетов, госстройнадзора, силовиков, судов и судебных приставов. В ходе встречи был выработан алгоритм, который позволит провести все необходимые проверки и передать дело в суд не более чем за 15 дней.